Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Йоу-йоу-йоу, привет. Привет, друзья. Салют, салют. Вы в Сибирск приедете. Слушай, ну, желание куда-то приехать, оно всегда есть. В ближайшее время планов нет, но все может быть. Все может быть. Как жизнь, когда жизнь отлично бьет ключом по голове. Как относишься к сану? Ну, очередной фрешмен. Вот так вот отношусь. Ну, несерьезно отношусь к таким. Ничего не вижу самобытного в этом. Куда идешь? Это просто топовое. Давно с вами не общался. Вот решил узнать, кто чем дышит. Может, есть какие-то у кого-то вопросы. Может, накопились. Может, кто-то хочет критику какую-то высказать. Вот, давайте пообщаемся с вами. Когда будете снимать 140? Слушай, скоро будет все объявлено. Просто дождитесь. Вся инфа будет в группе 140. Вот, буквально, уже скоро появится. Так что, не торопитесь. Все будет. Прикольно так торчат дома. Мне так и нравится. Ждем в Новосибирске делать грязь. Блин, с удовольствием. С удовольствием ворвемся в Новосибирск. По возможности. Для этого нужно, чтобы ваши местные организаторы нам писали, просили. И как-то так тогда мы, наверное, как-то сконнектимся. Как в Питере с футбольными фанатами. Слушай, ну, все проходит адекватно. Я не видел никаких дебошей, ничего такого. Все очень позитивно проходит. Народу много. Центр весь переполнен. Ну, как, тоже относительно. То есть, если считать, что сейчас лето, пора отпусков. И люди разъезжаются из Питера. Питер становится таким более-менее свободным для перемещения. То сейчас он как бы загружен, как будто нет отпусков. То есть, кто-то, наверное, уехал из города. Но иностранцы забили вот этот вот пласт людей отдыхающих. Поэтому в целом все круто. Я вот особо за футболом не слежу. Но за матчами российской сборной я, например, слежу. Их было два пока что. Вот только два матча всего я и посмотрел. За всеми остальными я пока не смотрю. Командами, сборными. Потому что, ну, я не знаю. Мне футбол сам по себе, как такой способ провести время поболеть, не совсем моя тема. Я бы лучше поиграл бы в футбол, чем посмотрел. Так, про футбол ответил. Чего ожидаешь от турнира рвать на битах? Блин. Ну вот. Вот это вот интересная тема. Действительно интересная. Потому что командные турниры, вот еще в батл рэпе, их не было. Это первый опыт. Посмотрим, как это все пройдет. Уже точно, ну, чуваки уже определились точно с битами к баттлам. Несколько моих участвуют. Там, они все три разного формата. Но... У всех, короче, разные стили. Будет прикольно. Мне интересно, как вы оцените. Так, я баскет люблю, как Арчи. Я тоже баскетбол люблю. Я, в принципе, спорт люблю. Разного вида. Можешь скинуть бит без слабых ублюдков. Плиз. Так. Так. Вы на баттлах же частенько используете не свои биты. К примеру, с дот. Где вы их берете? Смотри. Ну, это вопрос такой, который задается часто. И на него уже много раз отвечали. Но я отвечу... Ребята сами выбирают себе биты, под которые им удобно читать. Я немножко... Ну, у меня немного другое мнение по поводу этого. Я бы хотел, чтобы у МС всегда была... Ну, не было выбора в плане битов. То есть, чтобы мы, как организация, выбирали, да? Как мы считаем, по формату прикольные биты. И давали их ребятам просто постфактум. И у ребят просто не остается ничего, кроме как, ну, как бы стелить под клевые биты. Таким образом, просто качество музыкального оформления будет, ну, на высшем уровне. Потому что иногда чуваки берут, ну, вот, как бы, вот, например, скачанные из интернета не авторские биты. А местами даже паршивые, не запоминающиеся. Вот, хочется... Я надеюсь, когда-нибудь мы придем к такому, что у чуваков просто не будет выбора. Так, давайте еще почитаем вопросы. Пишите, ребята, пишите. Сейчас на все отвечу. Когда отборы 140 бпм, не игнорь, плиз. Будут скоро в группе. В ВК будет объявлено. Может быть, даже и на канале появится какой-нибудь пригласительный. Передай привет Булату. Ребят, я вам всем передаю привет. Все, кто тут, вы просто... Вы в моем сердечке. Спасибо, что со мной. Так, у тебя музыкалка есть? Если касаемо образования, ты, наверное, имеешь в виду... Нет, музыкального образования нет. Это очередной раз доказывает, что не всегда нужно иметь какой-то профнавык для того, чтобы достичь какого-то результата, который тебе нужен. Это вообще касаемо чего угодно, может быть. Другой вопрос, что... Чтобы достичь высочайшего уровня, конечно... Это большой плюс, если у тебя оно есть. Профобразование. Ты посмотрел, кого-то брали, кто тебе понравился. Слушай, вот, блин... Из-за того, что так много, ну, было заявок, а у меня они все смешались в одну кашу, и рвать на битах, и 140, поэтому я уже вообще не понимаю, и я особо никого не запомнил. Поэтому это вопрос мимо. Я не могу нормально на этот вопрос ответить. Это скорее к Эдику. Вот Эдик все заявки отсмотрел на 140. Дэн Чейни отсмотрел с умного им. Все заявки на... Нарвать на битах. Все отобраны, и я с мнением ребят всегда соглашаюсь. То есть, они так или иначе открывают хороших, новых игроков в рэпе. Так, какой спорт предпочитаешь? Я предпочитаю бег и... Ну, общую физическую подготовку. То есть, там все вместе. Подтягивания, какие-то там всякие разные штуки. С весом, без веса. Слушать 6-9 или нет. Блин, ну, я не знаю. Я не вижу в нем никакой фишки. Просто орущий чувак. Под жесткие биты. Не знаю, мне вот этот вот орущий стиль, мне он не очень нравится. Так, атлетику любишь. Очень хочется начать заниматься. Уже несколько лет пытаюсь собраться, да начать заниматься тяжелой атлетикой. Вот, но я думаю, придет момент, и я начну поднимать железо. Что можешь сказать о смерти XXX Тансьон? Ничего не могу сказать. Парень был действительно талантливый. Тут отрицать нечего. А, ну, смерть, блин. У всех есть срок годности. Вот, у него подошло. Что поделать? Все мы умрем. Привет. Привет, кто подтягивается. Как тебе, диджей тактик, с которой в Версусе? Ну, я его уважаю и всем вам советую уважать. Потому что, так или иначе, это человек, который... Ну, наверное, можно сказать, первый диджей в батл-рэпе. Потому что еще битва за респект, да, которая была... Ну, сколько лет? Десять, наверное, назад. Да, и он был там за пультом. По поводу того, что писал он там биты тогда для раундов чуваков или не писал. Это вопрос. Но то, что он начинал раньше всех, это факт. И вот уже за этот факт его можно уважать. А так, в целом, человек умный, образованный, продвинутый. И много чего умеет. И много о чем может рассказать в плане музыкального. Музыкальных навыков. А вот по поводу битов. Это уже субъективное мнение. Ну, типа, нравятся они, не нравятся. Вот так. Кто-то горит. Как концерты 140 прошли? Хорошо прошли. Вот что я могу сказать. Круто. Качали. У меня есть один момент. Я его выложил как-то, короче, на часик, на полтора в сторис. Чтобы, ну, те, кто успел, те поржали. Это как я пытался в Москве прыгнуть. Ну, не то, чтобы прыгнуть, а типа, чтобы толпа понесла меня. Это я уже делал в марте в том же самом клубе 16 тонн. И вот решил повторить. Но подскользнулся на колонке, на мониторной линии. И ухватился за ЖК Джо. И, ну, в общем, не смог это сделать. И кто-то снимал, и мне прислали этот ролик. Мы все дико ржали. Вот. А так, в целом, ну, все довольно хорошо. И это, по секрету вам скажу, это не последние концерты. Так что следите. Так, что думаешь о Лил Пипе? Да ничего не думаю. Я не слушаю. Не Лил Пипа, не Лил Пампа. Я не знаю. Как-то не цепляют. Я, то есть, хаваю, что они делают. Я понимаю. Но это не музыка, которую я слушаю. Я, типа, могу послушать, но слушаю я, там, другую. Так, будут концерты в Самаре. Блин. Очень хочется приехать и в Самару тоже. Важный момент, чтобы... Ну, я думаю, мы ближе к организации концертов. Мы как-то все это объявим, возможно. И скажем, что, йоу-йо, организаторы, давайте-ка, камон, пишите нам, если хотите, чтобы мы приехали к вам в город. Откуда на концерте ВМСК взялся Вайпхантер? А он был в этот момент в Питере. И мы просто взяли и сказали, Санек, поехали с нами. На самом деле, в этот же момент был шум в городе, в Питере. Но шум был прибавлевший. И, как бы, поехал Вайпхантер с нами. Мы просто взяли ему билет и все. И Вайпхантер выступил нереально. У него есть один новый трек. Вот Москва заценила эксклюзивно. Это просто бомбически. Санек, красава, растет. В моих глазах-то уж точно. Я ему уже не раз говорил про заявку его, которую он подавал на 140. Она меня не то что не удовлетворила. То есть я прям, я был огорчен, что этого человека взяли. И я ему говорил это в лицо, что чувак, ну то есть спустя время, когда он рос, ну по крайней мере в моих глазах, он настолько спрогрессировал, что я прям охренел. То есть он, грубо говоря, вот своим творчеством просто показал, насколько можно вырасти. И он просто вот куда-то улетел. Он красавчик. Просто обожаю Санечка. Так, ты похож на батю Вайпхантера? Какой-то сложно сочиненный панч. Если это панч вообще. Что за трек Вайпхантера? Блин, вот мне кажется, что... Через какое-то время выйдет его просто релиз, и вы там его услышите. Ход конем, да. А как ты относишься к Букеру? Федька, ну, крайне забавный персонаж. И чаще всего мы с ним встречаемся неожиданно. Ну, то есть в самых неожиданных местах. То есть там, где я думаю, ну как бы, что я вообще никого не встречу, я вижу Федю. Мне такое, типа, всегда, привет. Как-то так. На фрутике пишешь. Нет, Ableton Live. Уже несколько лет моя программа Ableton Live. Как относишься к GoKille? Блин, как можно к Артуру относиться? Только уважительно. Ты хочешь на Видфест? Да нет. Зачем? Типа, как зритель, что ли, или что? Просто не знаю. Нет, мне так особо неинтересна вся эта видеоблогерская туса. Как много тебя просили скинуть бит? И как появился этот рофл? У Региночка привет. Ну, блин, я тоже об этом уже много раз рассказывал. В Ютюбе есть со мной интервьюха. Большая. Вот. И можно там посмотреть. Я там отвечаю на многие вопросы. А если кратко, то... Ну, появились баттлы. Люди не досматривали до конца видосы. В конце видосов же пишутся чьи биты. И была ссылка на меня. И просто все мне засрали личку. Мне столько народу написало. И что пришлось их всех отправить в группу. А потом из группы в инстаграм. Ну, короче, ссылка типа меняется. Главное, чтобы не на мой аккаунт. Потому что, ну, личка очень сильно засирается. И ты уже свою личную жизнь не видишь. Потому что вот это вот... Это мясо. И я живу вот спокойно. Моя личка сейчас живет хорошей жизнью. В отличие от парней со 140. Я прям вижу, как у них... Как им сложно в этом плане. Потому что очень часто отмечают, ну, их аккаунт, не их группу. И, ну, как-то так. Так, а какое у тебя образование? У меня высшее экономическое образование. Я экономист. Не битмейкер по образованию. Стану вот так вот у стеночки. В Кирове будешь? Очень надеюсь, что буду в Кирове и в других городах. Как относишься к Исла-Дымоверта? Вполне себе достойный и талантливый MC. Следишь за футболом? Практически нет. Жду только финальный. И, может быть, ну, типа, за третье место. Вот два схватки, которые я прям ожидаю. Вот хочется посмотреть на суперэталонный футбол. Вот на это хочется посмотреть. Так, куда ты вообще идешь? Ну, как ты видишь, у меня ничего не меняется сзади. Я просто стою. Я уже сейчас договариваю. Отвечу на пару ваших вопросов. Да, разойдемся, наверное. Так, как тебе back to beat? Вот вообще не слежу. За back to beat не слежу. Когда планируешь поехать? Так, сколько тебе лет? Мне, на секундочку, 31 год. Я старее всех в батл рэпе. Ну, может быть, ладно, не старее. Наверное, один из старших. Старше меня, наверное, только тактикс. Хотя я не знаю, сколько ему лет. Хм. Надо узнать. Не думал ли ты начать батлить? Мне много кто предлагал. И много кто думали начать гострайтить мне. Но это... Пока что я... Пока точно я не готов к этому всему. Как относишься к Дену Чейни. Максимально уважительно отношусь к Денису. Вот. И вам рекомендую. Если кто-то по-другому относится. Как Хайду в том батле. Хайду в каком батле? Против Чейни, что ли? Чувак, ты выберешь битмейкеров на сезон. Чувак, ты выберешь битмейкеров на сезон? Нет. Я не буду выбирать никаких битмейкеров на сезон. Просто нужно отправлять битло. И если битло хорошее, то будет сотрудничество. Вот и все. Ладно, ребята. Было очень приятно с вами пообщаться. Если хотите, чтобы это было чаще, просто пишите в директ. И мы не раз с вами еще нормально пообщаемся. Все. Всех обнял. Давайте. Мир вам.